Всем привет! Давайте поговорим с вами про проблемы выбора архитектуры в развивающихся workflow. Это задумывалось как некоторый интерактив, но давайте этот интерактив и все равно устроим. Собственно, давайте выберем какой-то продукт. Сейчас у нас много каких-то популярных стартапов, это может быть что угодно, о чем вы думали бы, о том, куда бы пойти. Сейчас, ну что популярно, не знаю, криптовалюты, какие-нибудь искусственный интеллект. Можем с вами выбрать любой стартап и пофантазировать о том, как бы он развивался в течение времени и посмотреть, как бы изменялись требования для софтвера и архитектуры. Ну, в целом, наверное… Криптовалюта. Криптовалюта, отлично, криптовалюта. Что можно сделать с криптовалютой? Ну, например, не знаю, криптовалютный банк. Какая-нибудь такая сложная история, когда, с одной стороны, государство хочет все легализовать, но, чтобы это сделать, нужно, чтобы было какое-то место в юрлиюционном. Давайте скажем, что какой-нибудь криптовалют. Ну, хорошо. Хорошо. Тогда дальше мы рассмотрим четыре шага развития каких-то workflow, что сначала это будет вообще R&D, полностью research, и к этому нужен софт. Потом мы рассмотрим уже первые бизнес-кейсы, когда существует уже хоть какой-то workflow надо поддерживать, и покроем сертификации и масштабирование. Так, ну, я думаю, мы можем поговорить о том, что мы хотим получить от базы данных, от компонентов нашей большой-большой системы. Ну, какой у нас технологический стак, и как происходит разворачивание изменений, вообще доставление изменений. Ну, хорошо, первый шаг. У нас выбраны криптовалюты, наш криптобанк, все только это услышали и пытаются понять, а как же это делать. И есть много гипотез, и в целом это можно сказать, что шаг R&D. В целом, вот, первые шаги разработки любого стартапа так или иначе проходят через то, что указано в целом на этом слайде, что у нас есть вообще idea generation. Мы из них выбираем те, которые нужны, мы их пробуем, тестируем. Ну, и сейчас в современном мире все равно людям нужен какой-то софт, что-то нужно делать. Итак, ну, давайте посмотрим, что же от нас могут захотеть на этом шаге. Ну, от нас могут захотеть регистрировать какие-то базовые данные, не знаю, просто записи. Не знаю, если это банк, то это могут быть список счетов, там, или список балансов на счетах. Абсолютно базовая простая штука. Нужны абсолютно базовые формы в том смысле, что, ну, что-то как Google форма, где нам нужно вводить данные. Совсем немножко пользователей от одного до пяти, все из одной команды просто что-то делают, и у нас там один, вы пришли один или с вами какой-то разработчик. Ну, давайте подумаем, что же мы можем здесь сделать. Ну, и, конечно, да, как я забыл упомянуть, что у нас каждый шаг, ну, давайте представим, что это год или полтора, мы на каком-то из шагов существуем. Итак, ну, что же первым делом, будучи в такой команде одного-двух людей, вы бы захотели сделать? Нанять еще людей. Нанять еще людей. Это всегда хороший инстинктивный посыл. Но в тот момент, когда первое, что хочется сделать, это ненять еще людей, наверное, эти люди должны будут нанимать еще людей, потому что других задач у нас пока нет. Так что можем попробовать пофантазировать. Ну, хорошо, вот нам надо, чтобы мы сохраняли данные, мы их как-то вводили, и, ну, очевидно, что если это процесс research and development, мы постоянно-постоянно придумываем новые идеи, пробуем, переделываем и так далее. Соответственно, ну, наверное, мог бы быть первый импульс, это что, о, я знаю Python, я люблю вот эти технологии, или, не знаю, или я люблю, или я люблю Java, ну, в общем, какую-то технологию, я тут сейчас могу в целом это быстро, задешево поднять. Ну, здесь, на самом деле, таится проблема. Если мы, это этап, на котором, на самом деле, мы даже не хотим кодить. То есть, в идеале нам реализовывать такие системы, я не знаю, можно поднимать какие-то opens, ну, зависит от предметики. Если мы здесь говорим про криптобанк, то, например, Excel могут особенно не подойти, но можно найти на рынке просто какие-то готовые дженерик-системы для workflow в целом банковской индустрии, потому что мы знаем, как она устроена, и там могут быть какие-то решения. Вот, можно сидеть, быть администратором, все это настраивать, не кодить, и здесь самое было бы важное для нас получить, получить модель данных, получить что-то из workflow, успевать перебирать как можно больше, больше, больше идей, и здесь время имплементации это самое дорогое, поэтому в целом это место, где мы не хотели бы кодить. Ну, здесь, конечно, здесь, конечно, я сам с собой немножко поразговаривал, но в целом, но в целом, мне кажется, мы немножечко уловили басы. Так, ну хорошо, теперь наш R&D внезапно начал замечать, что они примерно каждый раз, когда перебирают новые-новые идеи, у них в этих идеях есть нечто общее, что всегда удобно, и потихонечку это выражается в некотором workflow. Ну, соответственно, потихонечку появляется процесс вот этого continuous improvement, когда уже есть что-то, что работает, и вокруг этого начинают что-то обстраивать. Но это все еще достаточно ранний этап, когда мы только начали понимать, что же мы хотим, но в целом мы уже совсем бизнес-кейсами определились, и софтвер начинает пытаться за этим успеть. Ну, здесь, я думаю, можно сразу переходить к следующей нашей задачке. Так, отлично, теперь от нас хотят больше. Теперь у нас есть… Нам надо как хранить данные, так и иногда их выдавать, ну, для того, чтобы делать какие-то аналитики или статистики. Люди уже могли собирать, чтобы понимать, движутся ли они в нужном направлении или нет. Уже могут быть более… Так как это уже какой-то установившийся workflow, то могут быть более сложные формы. Это уже может быть какая-то логика работы с данными. Это может быть уже что-то более сложное, чем Google Forms, какая-то там условная логика и так далее. И это уже как раз то время, когда у юзеров появляется рутина. Рутина – это как раз то, что… Как раз и… То, где код и пригодится. То, где мы должны автоматизировать какие-то действия пользователей. Могут уже начаться какие-то нотификации, какие-то простые такие ивенты. Ну, уже юзеров больше. Комбайн растет, компания растет. Вот мы видим, что у нас продукт удается. Мы поняли, как в нашем криптобанке совместить… Совместить транзакции в криптовалюте с какими-нибудь там договорами и различными обычными банковскими рутинами. Ну и, собственно, и команда растет. У нас уже примерно 5-7 человек. Ну, тогда… У меня вопрос. А это уже такая стадия. Ну, то есть, именно, что… То есть, какой-то сформированный продукт, или это только развивающийся с набором каких-то клиентов. Ну, то есть, только подключаются, только вот он стартует. И вот первый этап – это был, когда вообще мы пытаемся, типа инвесторов, это все дело продать, чтобы деньги получить на дальнейшее, собственно говоря, развитие продукта, чтобы там людей нанимать и так далее. А вот это уже стадия, когда мы уже получили инвестиции, развились, и пытаемся, собственно говоря, клиентов какие-то уже набрать, как-то, типа, типа, ну, маленький кул, базовый, но чтобы у нас заметили. Правильно? Здесь у нас могут быть клиенты, но при этом это не значит, что это какой-то эффективный бизнес, где мы делаем все правильно. Ну, в целом в бизнесе же часто может быть так, что клиенту-то мы доставим нужный продукт, но мы это сделаем дороже, чем мы его продаем. Ну, то есть, это какие-то начальные этапы, где мы уже знаем, как нам реализовать продукт, ну, какой продукт нам реализовать, но мы пока не знаем, как, и мы только научились. Соответственно, ну да, мы инвесторам продали, теперь мы начинаем, только начинаем работать с заказчиками, с клиентами. Вот, ну, здесь можно было бы… Ну, на самом деле, ладно, давайте тогда сразу. Это, на самом деле, место, где мы как раз… хорошее место, где надо обсуждать технологии. И это то время, когда можно успеть хорошо проработать и продумать на достаточно, ну, достаточно долгий период вперед технологии, которые мы используем. И, ну, соответственно, здесь, что у нас будет часто меняться? Часто меняться будет форма того, как работают с данными. Это неизбежно. То есть, вот эти вот advanced-формы в input logic, этот logic постоянно меняется. Понятно, что у нас есть этот continuous improvement, мы постоянно что-то перепридумываем. Но так как у нас уже есть клиенты, соответственно, у нас, ну, весь бизнес лежит на скелете какого-то workflow. Но, собственно, получается, что уже будет меньше меняться, так это как раз data registry, база данных и, ну, различная backend logic. Соответственно, здесь мы можем уже разворачиваться и делать нашу кастомную backend логику на, не знаю, скажем, на чем, ребят? Ну, давайте на Java. Давайте на Java поднимаем. Здесь мы как раз продумываем архитектуру, продумываем архитектуру классов, продумываем структуру базы данных, потому что мы уже видим, как работает продукт. Но при этом на фронт-энде можно пока еще не устраивать дизайн-ревью, не делать макеты, согласовывать с заказчиками. Это еще та стадия, когда в целом изменения нужны за неделю или меньше. Поэтому это, скорее всего, какой-то генерируемый фреймворк, в котором мы по какой-нибудь простой схемке получаем новую форму и можем это, ну, там, с минимальными подкрутками достаточно быстро реализовывать. Ну, опять же, нотификация — это как раз в основном все тоже держится на различных backend логике, потому что из коробки мы можем делать нотификацию в телеграммах, почтах, много где за достаточно дешево. Соответственно, здесь наш фокус на именно backend. Так, а теперь нам, мы осознали, что чтобы нам постоянно в нужном нам объеме или с нужным нам качеством, или за устраивающие нас деньги, ну, так или иначе, нам нужно реализовывать наш продукт. И чтобы это делать, нам в какой-то момент все равно потребуется как-то сертифицироваться, сертифицироваться, получать какую-то лицензию на что-нибудь. Из этой лицензии может потихонечку идти и сертификат, и какая-то конкретная сертификация софтвера. Здесь мы, конечно, ну, в криптобанке, понятно, это сертификация там всяких там визы, мастер-карда для транзакций, это может быть также какая-то крипто-специфическая сертификация, но я таких уже особенно не знаю, но может быть какого-то Binance или у кого-то еще есть какие-нибудь требования для брокеров. Ну, и вообще в лабанской лицензии, я уверен, там еще много-много-много требований. Поэтому этот процесс обычно достаточно сложный, и даже вот часто может быть, может быть даже так, вот как здесь, что у нас перед даже рекомендацией к началу сертификации мы делаем двойной ревью. Мы сначала один раз проходим, находим узкие места, понимаем, что нам надо их переделывать, снова ревью, на самом деле этих шагов может быть не два, а много-много-много просто до тех пор, пока мы не добьемся нашего результата. Ну, соответственно, здесь уже workflow начинает по всей компании потихонечку утверждаться. И здесь интересный эффект, что на самом деле это должно происходить не только у непосредственно тех, кто работает с производством продукта. Ну, в этом случае там не с теми, кто открывает счета, закрывает счета, работая с клиентами. А еще это свойство и самой разработки, потому что сама разработка тоже должна начинать иметь те же самые уровни ответственности за разработку продукта, за реализацию продукта уже софтвера. Потому что софтвер — это инструмент. Если инструмент не сертифицирован, то труд тоже не сертифицирован. Ну, соответственно, на этом этапе какие у нас могут быть требования? Нам нужны постоянно разные внутренние репорты, чтобы судить за тем, что наша сертификация работает. Потому что, ну, даже часто выделяют, что не настолько тяжело получить сертификацию, не настолько тяжело вообще получить лицензию, как потом ей следовать постоянно. Что потом надо всегда жить и по-настоящему реально следовать всем инструкциям. Поэтому это очень много репортов. Надо постоянно собирать, убеждаться, что мы этим следуем. Появляются QA, QC команды или хотя бы workflow, которые имплементируются. Сразу становится очень важно access management, а в случае банка это особенно критично, когда нам нужно обеспечивать градации доступа к данным клиентов для внутренних сотрудников. Также нужно убеждаться, что все изменения... Ну, релиз менеджмент это уже, ну, практически везде будет требованием, что нужно обязательно тестировать софт перед релизом, обязательно согласовывать его. Ну, какой-то такой сложный продукт. Также у нас уже много команд. У нас уже много команд, 30-70 юзеров. В целом это уже... Если наш криптобанк собирается сертифицироваться и выходить на рынок, то это значит, что мы уже достаточно много делаем правильно, и у нас уже достаточно большая команда юзеров. Ну, и development team тоже не отстает. Это уже 70 человек. Это уже в целом... В целом у нас уже достаточно много ресурсов. Соответственно, ну, на этом этапе на самом деле правильно... Правильно было бы, как я до этого и говорил, именно следовать за тем, чтобы максимально настраивать и стандартизовывать работу внутри development команды. Это стандартизация CICT-пайплайнов, автоматизация тестов, это настройка себе тоже внутренних репортов, всяких метрик о том, что система правильно работает, ревью по тому, почему она не работает. И это... И здесь уже мы не можем сильно влиять на наш технологический выбор, который мы сделали. Здесь мы... Ну, мы можем делать какие-то коррекции, но на самом деле все, что мы делаем, это мы уже начинаем затыкать дыры и ставить очень много, очень много... Ну, как это сказать? Наверное, индикаторов и метрик, за которыми нам обязательно надо следить и убеждаться, что наш софтвер правильно работает. Ну, и понятно, что где-то половина capacity development команд уходит на предыдущий шаг, еще на continuous workflow improvements. Так что, по сути, это наша задача делать киеви внутри киеви для софтвера. Ну и дальше все, что бизнесу интересно, это scale up, получать больше, быстрее, дороже или дешевле, смотря... смотря... смотря о цене, о чем мы говорим. И, ну, в целом, на этом этапе уже, наверное, наш криптобанк успешно стартовал и у нас пошел... должен стартовать маркетинг. Мы должны делать рекламу, развешиваться на билбордах. Мы вот-вот войдем в большую игру. И здесь, на самом деле, все проблемы, которые у нас дальше будут, это с тем, что мы, с одной стороны, постоянно увеличиваем workflow, потом мы еще получили сертификацию, и теперь у нас все изменения происходят очень тщательно и от этого медленно. А теперь у нас, условно, есть некий маркетинг, и говорят, вот мы сейчас потратим наши, там, 10, 100 или миллион долларов... 100 тысяч или миллион долларов на маркетинг, и к нам придут очень много клиентов. А сколько вы выдержите? А сколько надо? И это постоянное обсуждение по поводу этого перформанса. Так что, в целом, дальше все, что мы говорим, это архитектурные выборы при масштабировании. Соответственно, как я и говорю, что у нас, с одной стороны, нужно продолжать улучшать workflow, потому что оптимизации никогда мало не бывает. Люди учатся лучше работать. Также нам обязательно нужно увеличивать быстродействие системы, потому что, если раньше нам были важны сначала скорости изменений, потом нам был важен хороший стратегический технологический выбор, где нам не был важен перформанс, нам было важно выбрать так технологию, чтобы потом на ней, как хороший фундамент, на котором потом можно что-то строить. Дальше мы с вами настроили workflow, и очень тщательно реализуем. И теперь мы начинаем работать на перформанс. Вот только сейчас. Хотя, казалось бы, это могло бы закладываться в самом начале. Да, здесь потом начинается процедура технического саппорта, потому что это уже продукт начинает быть большим. Это уже не совсем такая софтверная история, но это скорее можно рассмотреть, как то, что для тех саппорта нужно будет все еще продолжать предоставлять какие-то метрики, какие-то гайды о том, как решать какие-то проблемы и так далее. Соответственно, да, количество юзеров, опять же, растет, потому что мы хотим масштабироваться. Ну, юзеров имеется... Здесь мы все это время обсуждали, конечно, B2B, что мы делаем инструмент для развивающегося процесса внутри компании, нашего криптобанка. Ну и наша компания разработки, Team, то есть команда разработки, уже 10-15 человек. Здесь, ну, наверное, я здесь уже пока описывал и потихонечку отвечал, да, ну, потому что, потому что у нас формат значительно менее интерактивный. Ну, так что здесь, на самом деле, да, здесь именно... Здесь у нас остается как раз вот эти новые люди, они, по сути, занимаются тем, что нам нужно реализовывать гайды для тех саппорта, нам нужно реализовывать системы performance improvements, то есть нам нужно смотреть, как нам оптимизировать внутри выбранной технологии на втором шаге, уже более какие-то... Ну, просто, по сути, оптимизации. Это уже, знаете, то, чем занимаются уже в больших компаниях, когда, ой, у нас система работает за 150 миллисекунд, возвращает ответ, нам нужно 70. И вот тут как раз и начинается вся эта олимпиадная алгоритмика, там начинаются работы с какими-нибудь там хэш-таблицами и еще чем-то, и различными оптимизациями, 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 оптимизациями. Так что, на самом деле, только здесь и начинается вот то, что уже спрашивают на собеседованиях. Все солид, все оптимизации запросов, потому что это, на самом деле, уже становится актуально только на этом шагу, поэтому, если бы вы приходили в стартап, то, на самом деле, все, что надо делать, это расти вместе с ним и растить инструмент вместе с этим. В целом, это все, что я хотел бы рассказать о особенностях инфраструктуры и архитектуры в развивающихся стартапах. Здесь контакты нашей чудесной компании. У нас, в целом, тоже до сих пор, можно сказать, стартап. Мы занимаемся Percision Oncology. Мы делаем тесты для врачей-онкологов, персональные для пациента. У нас есть лаборатория, у нас есть много биоинформатики, очень много инженерных челленджей. Мы будем очень рады любым заинтересовавшимся. Вот здесь наши контакты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ